Доброе утро! Мы продолжаем наш эфир. Андрей, что у тебя бодрит по утрам? Вопрос как раз таки в тему. Вчера допоздна смотрел чемпионат мира по хоккею. Наши заняли наконец-таки в трагичном матче практически, да, третье место. Ну и да, актуально как раз таки. Что бодрит? Ну, мне кажется, для меня, на самом деле, не придумали такого средства, панацеи не существует. Пожалуй, да, правда, как ты сказала, за кадром эта мысль о том, что ты проспал, по-моему, это единственное, что может бодрить. Особенно нас, ведущих, да? А я, например, никак не могу обойтись без чашечки горячего кофе по утрам. Вот это вот меня действительно бодрит. Но я думаю, что существует еще очень много способов, о которых мы не знаем. Более подробно в нашем следующем сюжете. Кто рано встает, тому Бог подает. А если вы тающая соня, то научитесь вставать рано утром легко и просто. Перед сном положите рядом с собой книгу. Не смартфон, не планшет, а именно бумажную книгу, предпочтительно научного содержания. После пробуждения начните читать, вникая в то, что написано на страницах. Художественная литература не подходит, потому что повествующие произведения расслабляют мозг, а научная литература позволяет мозгу начать работать. Уделите занятию 15-10 минут, и вы сами не поймете, куда пропало желание спать. Грамотно составляйте план на грядущий день. Если вы не знаете, чем будете сегодня заниматься, то и ранний подъем теряет всякий смысл. Когда на руках появляется подробное руководство к действиям, нет времени лежать на силу и организм, жаждущий движения. Попросите кого-нибудь вас разбудить. Поговорите с человеком на проводе. Это разогреет вас и взбодрит. Лучшим эффектом будет смех. Выработка серотонина очень хорошо стимулирует к действию. Перед сном налейте стакан воды и поставьте рядом с кроватью. После пробуждения выпейте его маленькими глотками. Это прибавит энергии. Не слушайте людей, которые говорят о том, что резкое включение света способствует хорошему пробуждению. Это глупость. Природа человека не предрасположена к резкому удару света в глаза. Она предрасположена к медленному рассвету, а резкая вспышка угнетает выработку мелатонина. Мелатонин – это гормон сна. Вы, конечно, взбодритесь, используя данный способ. Но помните, мелатонин работает только в паре с серотонином. Проблемы с выработкой мелатонина приводят к проблеме выработки серотонина. И как следствие, получите бодрое утро, но день будет плохим. Неравноценный обмен. Соблюдая эти простые правила, вы научитесь вставать рано утром.